Яхта после зимовки. Выглядит очень пустынно и угрюмое. Осталось тряпочку затереть. Упала, сломала себе мачту и повредила соседнюю лодку. Но пошел снег. Идет дифферент на нос, поэтому она не стекает в корму, как должна быть. Друзья, всем привет! Мы находимся в яхтином парку Йоханнес, в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области. Это наше первое видео о подготовке яхты к началу водной этнографической экспедиции «Путь из варяг в Персы. 13 веков славной истории», старт которой запланирован через три недели, то есть в начале мая. Видео-дневник мы будем вести каждый день с начала старта экспедиции, а сейчас мы рассказываем о подготовке к экспедиции, потому что экспедиция начинается именно с подготовки. Сегодня у нас запланировано начало подготовки яхт к экспедиции. Нам нужно ее расконсервировать, проверить все агрегаты, установить отопитель и провести техническое обслуживание другого оборудования. «Сегодня очень холодно, градуса два, петрища, но что делать, надеялись потеплее и за работу». Ну что, вроде отзимовали. Яхт еще у нас стоит, ни на кого не упало. Заберем желудное внутрь, посмотрим, оборвали воды от даяни снега. Про то, что яхта не упала, видео упомянуло не случайно. Прошлой зимой вот эта желтенькая яхта «Лада» упала, сломала себе мачту и повредила соседнюю лодку. В результате все лето она простояла без мачты, хозяин был лишен возможности ходить под парусом, и что с яхтой делать, конечно, теперь неизвестно, поскольку продать ее без мачты за нормальные деньги будет проблематично, а изготовление новой мачты стоит очень дорого. К тому же у нас не так много специалистов по этой части. Поэтому в избежании подобных ситуаций мы снимаем на зиму мачту, хотя некоторые зимуют с мачтами, как вы видите, на заднем плане. В принципе, в этом году никаких проблем ни у кого не возникло. Но, сами понимаете, раз на раз не приходится. Мы рисковать не стали. Видите, поднялся на борт. Как там все продикло? Да, выглядит сухо. Я сейчас зайду внутрь, еще посмотрю подробнее. Хорошо, ждем отчет. Я тоже поднимусь на борт, пойду помогать Вите, пока дети гуляют. Здесь главное не упасть. Ну что, как тут? Да, ну, в общем, вылезет сухо, но стекла, вода сюда, и, я так понимаю, идет дифферент на нос, поэтому она не стекает в корму, как должна быть. А в этом колодце прям вообще сухо-сухо. Здесь, извиняюсь, очень некрасиво на переднем плане грязная тряпка висит. Просто руки выкирали, когда консервировали яхту, и повесили ее. И теперь эту грязную тряпку. Весь кадр портит. Вот теперь чистая листья. Так, ну что, с чего будем начинать? Ну, нужно демонтировать старый этот самый, и поставить новый. Ну что, все члены семьи Залезли на яхту. Капитан дает цену. Потому что детвора, она такая. Всегда есть желание побегать, побеситься. Сейчас, видимо, везут ребенок, чтобы не особо усилий поднимать на яхту все то, что мы привезли с собой. А там некоторые вещи очень тяжелые. Друзья, становится совсем холодно. Я уже посепенно облачаюсь в волокламном перчатке. Ветер, ветер ужасно сильный. Из-за него просто промерзаешь до костей. Разгружаем машину. Давай, давай, давай. А вот это, смотрите, новые кранцы. Мы закупили целый каприз, потому что те кранцы, которые были с яхтой, все в ужасном состоянии. Вот, вы можете вот здесь их видеть. Они просто не держатся. И, вот. Понятного цвета не бывают. В этом сезоне мы будем снова микрофит. По-кратски. Но в этом сезоне мы будем снова микрофит как раз. В этом сезоне мы будем снова микрофит. В кратке. Субтитры делал DimaTorzok Мы единственные на весь яхту, кто начинает готовить свое судно к сезону. Все остальные ждут тепла. Но у нас на этот сезон грандиозные планы, поэтому ждать нет времени. Белла отправляется ловить рыбу. А вот таким способом мы поднимаем тяжелую вещь на яхту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что, демонтировали наш старый эперсприкер? Конечно, задачу мне прям задал лого, чтобы его снять. Я справился. Совсем по-другому выглядит, чем наш Да, будет по-другому Буду пытаться его На штабное место поставить Раз заменю я его Вот этой же резкой Фидек Она в басты Она подает под те дырки? Ну, тут что-то смотреть Что-то мудрить Потому что она подойдет Пока Витя меняет отопитель Мы с людьми пойдем готовить обед Отлично, вообще Самую лучшую новость в дырке Белла решила попытать счастье Что-нибудь поймать Пока что из-за ее улова Ее собственная куртка со стороны спины Ее палец И перчатка Но упорство и труд Все перетрут Не знаю, видно ли на видео или нет Но пошел снег Ветер стал еще сильнее Просто зима Субтитры создавал DimaTorzok Усиливается Процесс установки отопителя Занимает больше времени Чем нам, конечно, хотелось бы Но В любом случае Будем биться до победного Потому что без отопителя Мы никуда пойти не сможем Короче, у нас То ли конденсат То ли где-то течь Дождевой воды Навралась вода В колодец Где должны стоять аккумуляторы И она оттуда С самотеком Не вытекает В этот колодец То есть прямого отверстия нет Сейчас я отсюда Буду выкачивать О, какая вода Осталось тряпочку затереть И в принципе нормально Как вы могли заметить Яхта после зимовки Выглядит очень пустынно И угрюмо Еще бы Мы вывезли отсюда на зиму Все, что только можно было вывезти Все это хранилось В сухой обстановке И теперь вернется на свои места И в мае Салон яхты Будет очень уютным Комфортным И пригодным Для проведения нашей экспедиции Сейчас весь кокпит нашей яхты Забит вещами Как вы видите Основную часть этих вещей Составляет тузик Во время плавания Он будет накачен И находиться Снаружи на рубке Поэтому здесь он мешаться не будет А я сейчас готовлюсь К выходу из водки Я не знаю Слышно вам или нет Но ветер там завывает Очень сильно Температура Близка к нулю Поэтому Экипируемся Во все Во что только можем За весь день На улице Серьезно Так уже подмерзли Тузик А солнце светит, как в Сочи. Жаль, что не греет. Вечереет. Мы заканчиваем на сегодня свою работу на яхте. Завтра продолжим.